Так, ну что, погнали. Эта игра закончилась только что, плюс-минус, там, ну, в течение получаса, потому что когда я включал прошлую, они еще играли. Зеркало Хаоса, это интересно. Так. Как интересно, красиво играет Швед. Клевое проталкивание ради максимизации ударов. МБ Агила Войн Хаоса. Я искренне надеюсь, что следующий левелап это блокпасс. А? 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 Извините. Я не устану шутить над многогрызыми блокпассами. Жаль, здесь, конечно, хотелось бы уронить. Буйвол как-то не справился со своей задачей. И про вторую голову. Мне, кстати, нравится концепция и второй головы на Войне последним апом, и рога последним апом. То есть и то, и другое смотрится прикольно, только по-своему. То есть голова позволяет тебе иногда получить позиционное преимущество и, типа, или уйти из контакта, а рога позволяет тебе другую четвертую силу блицевать удобно. По-моему, классная схема лока. Завтра, кстати, будет прикольный еще матч в Сале. Там Годвар будет против... Как же зовут товарищ-то? Эншент Фламя? Вот так вот. Но мне что-то сейчас вообще нравится мета в Баттлграундсах. Она такая интересная. А я в самом первом матче, как ты взял рога, оценил их. Мне сразу понравилось. То есть мне и... Мне даже больше это нравится, чем, например, голова, которая была у Ногогрыза. То есть у Ногогрыза тоже норм был вариант. Но твой, мне кажется, для роли воина даже лучше работает. Но вчерашний матч, говорю, вообще в целом был веселенький. Кажется, не на жизнь, а на смерть. Во всех смыслах. Так что если вы не смотрели игру Ситара против этого... Гуся, посмотрите, у Ситарчика. Игра вышла, как говорит, пупок-огонек. Редкий случай, когда в вышке, скажем так, более-менее интересная катка получилась. Мне, кстати, нравится это восклицание насчет дед, дед, дед. О, давайте расскажем вам одну ковидную историю. Ковидную историю. Какая защита меча, ребята. Как же... Как же изяйше. Забайчено, вы посмотрите. 3000 IQ. Так вот. У меня батя, кажется, поймал ковид. А вот так. Сначала позвоним в обычную больничку. И там говорят, что у нас все настолько плохо, что мы сейчас даже не ходим, ничего не проверяем. То есть, как бы держитесь всего доброго, спасибо за рыбу. Значит, потом позвонили в платную больничку. Там сказали, что у нас тоже что-то как-то все тоскливо, так что нет. По итогу пришлось обратиться в дорогую больничку. Там, как я понимаю, прием обошелся в 5 штук. Ну и там культурно приехали, все померили. Тра-та-та-та-та. Вот так вот. Потом начали чекать, где сделать КТ. КТ показывает, насколько у тебя забиты легкие там и еще всякие штуки. Так вот. Значит, ближайшее КТ, куда реально можно было сходить и получить помощь. Вот я, родители мои живут в Петергофе. А ближайшее КТ предлагали на Васильевском острове. Чтобы вы понимали, это тоже в Питере, только на другом конце города. Примерно в 23 километрах. Вот так вот. Прикольно. Ну и там вообще, как бы, гемор на геморе. Еще матушка хотела заказать выписанные антибиотики на аптеке Ру. Там нету вообще ничего. Просто ровным счетом ни хера. Но когда она походила по местным аптекам, что-то нашлось. И самый был прикольный момент, что в одной из аптек у мамы было написано в списке, типа две таблетки два раза в день 500 миллиграмм. И, короче, девочка-фармацевт пыталась убедить маму, что там написано неправильно, чтобы продать ей меньше таблеток, потому что у них дикий дефицит, и все просят. Вот так вот. Там в итоге, когда я прям закончил с звонками врачу, и врач подтвердил, что все правильно. Вот так вот. Этот больше часа в общественном транспорте. Батя еще не поехал. Ему сегодня не очень хорошо. То есть он, видимо, сейчас пару дней отойдет на антибиотиках и поедет. Но я с учетом того, что у него очень странный ковид. Суть в том, что у него нет потери обоняния, потери вкуса, но он плохо дышит, сильно потеет, температура. И плюс вот он встает и немножко походит, и у него резко типа дикая слабость, и он там ничего не может. Я вообще думаю, что может придется потратиться, проще взять какой-нибудь это Яндекс.Такси. Хотя бы в одну сторону, чтобы, ну там, не перенапрягаться. Плюс, как бы там, как я понимаю, с бесплатными тестами на ковид тоже какие-то проблемы. Платный тест стоит 2 500. КТ стоит, по-моему, 4 500. И там вообще в итоге получится, что все лечение обойдется в ну что-то в какие-то страшные суммы, типа там в районе 4 я не знаю, там, ой, там что-то 30 или 40 тысяч. Это только в основном на диагностику и минимальный набор антибиотиков и такого вот всего. Да, 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 да. То есть минимальный набор антибиотиков, обследование, диагностика и так далее, какие-то сумасшедшие деньги. А в бесплатное пробиться, в общем, вообще тяжело. И ну если у отца по тесту типа ковид подтвердится, у нас соседка хорошая работает в нашей местной больнице, так у нее, блин, это чувствуется некоторое ну мы поняли, что бесплатной медицины теперь нет. Без шуток как только что-то серьезное, никакой нахер бесплатной медицины. Так вот, соседка работает в местной больнице, а у нее вообще там как бы фенечка, что например ОООУ! Она сказала, что если температура есть, то как бы вот надо, грубо говоря, вот это КТ получить, сдать тест, чтобы тебе подтвердили, что ты ковидный и ложиться на стационар. Она говорила о том, что есть проблема, что внезапно резко начинает отказывать дыхание. То есть, даже если кажется, что все норм, ты ни от чего не застрахован и было куча случаев и в основном именно у мужчин возраста вот там 50-60, 40, когда просто внезапно они не могут дышать. Вот даже если все было ок. И она поэтому там пинает на тему того, что надо съездить, чтобы было возможность лечь в больницу. Пипец, короче. Я просто, я все больше вспоминаю слова этого Аркадия Бабченко. Я, честно говоря, терпеть не могу. Бабченко, у него очень своеобразная риторика, он такой, типа, ультра-токсик, я бы сказал бы. И он сказал такую хорошую фразу, что, типа, ну, в любой непонятной ситуации будь уверен, что государство тебя кинет. Вот, сейчас есть такое ощущение. А я как-то пропустил момент, как болел Ройзман. Я так за ним плотно не слежу. Знаю только, что у него очень, очень прикольный твиттер. Вот так вот. Скажем так, твиттер Ройзмана вызывает у меня своеобразно положительные эмоции. Вот так я бы это описал. Кажись, сейчас будет еще одна дружеская терапия пяткой. Есть такое подозрение. Да. Только я думал, что... А хотя, да, тот-то пробит, поэтому можно пяточкой Маяковского прилюдить. Но Зидан правильно все делает. Ну, пятка не отлетела. Честь ей и хвала. В общем, страшно заболеть. Страшно сейчас заболеть. Ну, народ стал, кстати, поответственнее. То есть, когда люди сейчас идут там на улицу, там еще что-то так далее. То есть, люди сейчас к здоровью относятся как бы более-менее адекватно. Ну, понятно, что-то ну, вот мне лично кажется, что если у меня вдруг был ковид, то он был в марте. У меня в марте был момент, когда я дня 3-4 валялся с температурой, а потом резко все прошло. И тоже у меня тогда какие-то легкие проблемы с дыханием были, но можно сказать, что в целом очень быстро пролетело. Я стараюсь вообще в общественный транспорт не заходить, даже в маски. Но в магазинах, например, когда я хожу, ну, как бы людей в масках значительно больше, чем людей без масок. Это радует. То есть, летом была ровно обратная ситуация. Я один как дурак ходил по магазинам в маске. А сейчас нет, сейчас все нормально относятся к этому. Ну, и опять же, вот, сейчас тоже ходишь, я там, мама немножко устала от папы и пошла со мной прогуляться. Я к ним сегодня заходил в гости там, так. Поваляться в ванне с батей не контактировал, так что, надеюсь, ничего не подхвачу. Максимально аккуратно, в общем. И пока мы шли, ну, я где-то три скорых увидел. не факт, что все они связаны с ковидом, но что-то плотность какая-то адовая. Ну, у нас как-то так, знаешь, тоже некоторые продавщицы пинают тебя и говорят, что без маски не обслуживаем, а некоторым пофиг. Там по-разному. от настроения продавщицы зависит, я бы сказал бы. Ну, батя, опять же, пока не сказали, что у него ковид, у нее сказали, что у него это точно, ну, как это называют-то, пневмония, тра-та-та-та-та, ну, понятное дело, что-то, скорее всего, ковид. Там врач сказал, что с вероятностью там процентов в 70. Ну, вот у нас местную больницу рядом с моим домом переделали в ковидную, насколько я знаю. Привет, Ройля. Як травмирован! Ух! Это, конечно, не маг-як, но почти. Не знаю, вообще, вся эта история с ковидом вызывает у меня только одну ассоциацию. На поле только что як сломали, маг. Так вот, когда я думаю о всех этих мерах предосторожности, о медицине, о вот этом вот всем, да, типа там вот, там всякие болезни, там, плохая медицина, дороговизна, такси-детекция, вот это вот все, закрытие клубов, ресторанов, кино. Я всегда думаю, ебаные, блядь, китайцы. Ничего не могу поделать, но это такая прочная мысль в моей голове в эти моменты. Вот так вот. грубовато звучит, но как-то немножко есть такое. Я как-то стал подхэчивать китайцев после этого. всегда ждешь, что локальный Армагеддон сделают либо русские, либо американцы. есть такое ощущение. А тут приехала откуда не ждали. Неприятная травма. Началась вообще вот эта вот хаоситская возня. Немножко странный блиц, но ладно. Ну, получилось норм. Так, подраскидали. Ну, теперь-то да, Макьяк. Теперь-то да. Это, как, знаете, сейчас выходит серия комиксов про уравнение антижизни в DC. И там был момент, когда двух чуваков пытаются спасти марсианский охотник. Они в него стреляют. Ну, собственно, потом понимают, что это марсианский охотник, изменяются перед ним. И чел говорит, извини, я думал, что ты призрак. Тут говорит, ля, чел, ты же у нас вроде не особо по-сверх естественному. Он говорит, ну, знаешь, после зомби апокалипсиса призраки тоже уже кажется вполне возможным. Ну, так вот. Тут, примерно, то же самое. не знаю, меня как раз раздражает то, что они все это распространили. И я, в принципе, нисколько не сомневаюсь, что ребята из ВОЗа, скажем так, так сказать, помягчатые, хорошо коррумпировано поработали. То, что их отпустило, это, конечно, неприятно. Но, типа, больше раздражает сам формат того, что это защита мяча? А это точно мяч прикрыт? Нет? Ну, ладно. Просто, по сути, получилось, что они всех вот так вот прокатили, конечно, весьма специфично. Аааа, маг на то, чтобы поиграть на победку? Ну, я хз. Мне не понравилось, если честно. Но, правда, у шведа такая непруха, что, в принципе, кажется, можно поиграть на победку. еще меня, убивает вот эта вот ситуация с системой этого, системой распространения лекарств, из-за которой в аптеках ничего нету. Вот тому, кто все это придумал и реализовывал, руки бы оторвать. Я, конечно, понимаю, что целых 50 копеек с каждого наименования это большие деньги, а у нас любят зарабатывать деньги на людях, государства, но, блин, получилось как бы настолько максимально по-мудацки нехорошо, что слов я уже боюсь представить, что когда они попытаются ввести систему маркировки не только на лекарства, а там еще на что-нибудь. Опа! Не, спасли, спасли. Ладно. Что-то как-то многовато трупачей в этой игре. Спасибо, хоть апотекарей там наяривают. Как дзюба! Ладно, извините. Ну, это опыт, макьяк. Скилл. Но что-то сложилось впечатление, что Зидот уже не особо стремится играть на победку. Я думал, он на победку пойдет играть, а он как-то так резко передумал. Вот так вот. Видимо, ожидал наролить травм или что-то такое. Ну, кстати, нормальные скамейки такие плотненькие. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А вот и ответочка... Ответочка за то, что ты не пореролил-то, а? Вот так вот... Наказан... И у меня чуть слетела часть настроек и логинов после обновления... Но при этом я могу сказать, что... Новый MIUI оказался довольно удобным... Без шуток... Прям... Прям хорошо... Ну у меня, по-моему, в вышке была одна игра, где у меня было 5 удалений... По-моему, против Непрухи... Разное бывает... Как же он пытается сейвить Агильного Война... Прикольно ребята играют в Чапаева... Правда, у Шведа Чапаев под конец матча пошел повеселее... Швед хоть покачается на Чапаеве... Немножко... Мяч? А он там! Никому... Какой мяч? Ты что, в ББ, что ли? Там, не знаю... Что за глупый вопрос? Где мяч? Кого вообще волнует мяч? Сказочный ремонт... Там, черезто стройки... Гарриан, это всё ! Ну, если встал... Парень... Встреча с Санкт-Петербурга... Мягкая с Санкт-Петербурга... Я жду по-моему... Встреча с Санкт-Петербург... Встреча с Санкт-Петербург... И сколько лет... Не, ну некоторые хаоситы Пытаются играть в мяч Многогрыз так поиграл, что у него Команда не осталась Ну Ситар играет чуть удачнее Но Ситар как бы Ситар все-таки понимает в чем прикол хаоса Ситар как-то пытается воспитывать Свой хаос Поадекватнее Я что-то не очень понял план шведа Видимо так покачаться специфично Жаль Агила выжила Что-то на поле как-то мало народа Вам не кажется? На одну команду еле набралось Хороший матч Почаще бы хаоситы так играли Ну да, кстати, смотрите Ну правда у Зида-то кубы были получше Немножко, чем у Шведа Только этого не хватило Броня 32 Травма 45 46-66 Забавно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok